Идея создания проекта к председателю Пинской городской организации Белорусского союза женщин Валентине Кулак пришла давно, но пять лет назад началось ее воплощение. Спустя время этот проект был признан лучшим в республике, и его подхватили другие регионы. Много уже сделано, но хочется сделать еще больше в этом проекте. И вот в преддверии праздника мы делаем такое камерное мероприятие для представителей первичных организаций, для представителей молодежного крыла. Две женщины мы будем посвящать в наш проект. Их портреты, их биография уже будут записаны в проекте нашем городском. Список имен славных женщин пополнила член Союза писателей Беларуси, лауреат областной премии имени Колесника в номинации проза Мария Ляшу. Марию Ивановну достоили такой чести за большой творческий путь и издание сборника «Сквозь зимы и весны». Теперь ее портрет занимает достойное место в ряду землячек. Это неожиданно, это приятно, это обязывает творить, по крайней мере мне уже в таком возрасте, творить еще больше. И, ну, чтобы оно доходило до многих читателей, доносить то, что я думаю, что знаю, чем горжусь. А горжусь я нашей страной, нашим городом, горжусь тем, что я родилась здесь, в нашем родном, на нашей Пинщине. Это очень дорого. И, наверное, я уже не один раз говорила, что вернулась сюда, потому что не могу без тех мест, где я родилась, выросла и пригодилась. Теперь в летопись Пинска вписано и еще одно имя нашей с вами современницы, Пинчанки с активно гражданской позиции, делегата 7-го Всебелорусского народного собрания Татьяны Анташук. Татьяна Николаевна общественно-политическую жизнь успешно совмещает с руководством отдела маркетинговых исследований и планирования ассортимента открытого акционерного общества «Полесье». Мне очень радостно, что такое знаковое мероприятие произошло накануне Дня народного единства. И для меня, как делегата Всебелорусского народного собрания, это очень значимо, потому что зарождение этого праздника произошло именно на 6-м Всебелорусском народном собрании, когда время потребовало, то есть это праздник, рожденный временем. Наша Беларусь не сломилась после событий августа 2020 года, а наоборот, мы доказали, что мы нация единая, что мы нация сильная, что мы чтим свои традиции. На мероприятии честовали членов городской организации Белорусского союза женщин, которые внесли свой вклад в развитие и популяризацию женского движения. А члены молодежного крыла, которую возглавляет Анна Масляк, презентовали своим подругам цифровой формат проекта имена славных женщин в истории Пинска. Летопись на этом не заканчивается. Список замечательных женщин, сыгравших важную роль в развитии города и страны, обязательно пополнится новыми именами. Такое мероприятие надо проводить во всех первичных организациях, а у нас их 118, значит 118 трудовых коллектив имеют право внести в наш городской, в наш проект, свои предложения по тем женщинам, которые, может быть, еще не раскручены, может быть, их вклад в развитие предприятия, а значит и города, очень важен, и они имеют право быть в нашем проекте. Спасибо.